ой ну шо где вы привет 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 я сразу не вспоминаю кого? они даже вспоминают ну поздний 20 лет? да я испугалась мне холодно мама, закрывай окно единый урод мам, ну закрой ты дверь уже эту почему вы всегда выходите в эфир когда я собираюсь спать выходить днем днем я работаю я не могу выходить днем я и так ничего не успеваю без эфира красавица умница спасибо красавица умница про меня наверное да показать тебе? нет почему? завтра пока 13 нет привет как вы? где звезда по имени Стефани? Стефани разбирается там за какашка за вонючка вы что курили? вы что курили? ничего не курили мы кушали блин сколько вам лет? мне 33 года куда с красотки еду едем на один объект посмотреть посмотреть один объект а потом домой мы только с работы выехали девочки смотрите кстати кто не знает где мы находимся в торговом центре старт вот так он выглядит вот наш большой гран турюк вот наш торговый центр старт так что приезжайте у нас здесь много девочек занимаются много красоточек я вижу ты красоточка? я не вижу там сорян сорян так подожди так кто Стефани имя выбирал и почему имя и почему у Стефани безумно красивое имя спасибо большое я выбирала Ната и Ната на свекровь у них как-то совпали на самом деле когда Ната была маленькая папа подарил ей куклу и такая большая кукла была ее звали Стефани прям на коробке написано было Стефани и Нате безумно понравилось это имя и она раньше вела свой дневник и в этом дневнике она писала что когда у меня будет дочка я назову ее Стефани и вот так и случилось мальчика через 30 метров поверните там несколько мальчика кстати девочки Ната советует всем посмотреть 1 сериал бразильский я тоже хочу его начать смотреть я увидела на одной стройке в мут стройке в Инстаграме как называется я забыла какой бразильский сериал Ната никогда не посоветует потому что она ничего не помнит я не советую его посмотреть почему поэтому надо посмотреть И там служим в модельное агентство, и девочка пришла, ее как-то зовут и не помню. Я была у вас сегодня. Круто, супер. Я даже не знаю, кто это пишет. Мы тебе дают имя в модельное агентство, поменяем. Она говорит, какое имя, они ей говорят, какое имя. Она у нас не работает, девочки, я уже говорила не разу. У каждого свое имя им дали. Я очень люблю скрабы, в домашних условиях в том числе. Делаю уходы в салонах, чистку обязательно, хотя бы раз в 3 месяца. Ну и все, и маски, сама делаю маски на ночь. Сегодня воды вообще мало было. Как знакомились с подругами со всеми? Ну по-разному. Привет, ты кто? Давай дружить. У нас тоже в эфире нет, она там маме рассказывает просто. Сериал Тайные истины. Да, Анатолия? Да. Камила все знает. Да, Тайные истины, точно. Как она так понимала сразу? Ой, вообще не скажешь, что вы старше. Да, я старше мужа на 2 года. Хорошо сохранилась пусть. Да. Да. Зачем сейчас зашло бы в эфир? Я сядю ненадолго. Да. Да. Да, да. Гони, пожалуйста. Мы тебя очень просим. Так, я вот сейчас высажу вот на Ленинградке. У детей есть. Стоять. Девочки, Алины нет в инстаграме, насколько я знаю. Ее личной странички там нет. Держитесь пройдем, а затем через 300 метров в съезд. Рассказывайте, кто чем занят. В понедельник вечером. Вообще понедельник я очень люблю. Свободные дороги еще. Можно быстро доехать до дома. Мам, вот. Элина. Съезд. Вы видите? Да. У меня не помогут. Слушай, как быстренький. Я вас обожаю. Вы пример многим семьям. Спасибо большое. Вот мам, смотри. Вот видишь второй. Прозрачные туфли еще в наличии. Девочки, прозрачные туфли это все-таки лето, а уже на улице зима. Теперь мы ждем уги, ждем лорики с мехом. Я их сама очень жду. Как обычно у меня отняли просто с рук и мне не достались они. Так что я жду. Да. Мы с живем. Стефи будет буквально через 13 дней. 12 дней. Три годика. Большой человек. У вас кератиновое упрямление? Да. Я пробовала кератин. Мне понравилось, кстати. Как бы вы поступили, если бы узнали, что отец изменил матери? Как бы я поступила? Скажи, скажи. Через часов. Я не знаю, как бы поступила я, но я знаю, как бы поступила моя мама. Поэтому, наверное, я бы ей этого не сказала. Спать собираюсь. Везет же вам. И мне спать... Еще часа три не буду спать. Елин, вам нравятся прямые брови? Сейчас они модные. Посоветовали бы? Да, мне нравятся прямые брови. Хотя прямые брови идут не всем. Некоторые с прямыми бровями очень хмурые и злые. Вот. Мне, например, совсем прямые брови не подходят. Поэтому у меня чуть-чуть, видите, чуть-чуть дугал. Вообще красиво. Натки очень любят прямые брови. Подлецово. В караоке-музеон сидим. Какая прелесть. Понедельник, караоке. Боже, и денег вам караоке. Боже, и денег вам караоке. Значит, работает. Расслайк сидит. Ой, надо печку. Я здесь зажарилась. Печка. 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 Скажи, пожалуйста, что для тебя поступило по-скотски? Угу. Угу. По-скотски. Вообще не очень красивое выражение, мне кажется. Не знаю. Ну, наверное, предательство. Да, я думаю, предательство. Муж захотел попеть. Обалдеть. Супер. Хороший муж. Хороший муж. Привет. Обожаю Стефи. Мам, мам, мам. Рекламу смотри. Да, вижу. Это она? Видела сегодня вашего мужа, да? Никоти. Да, она. А я хотела знать, что сказать. Видели моего мужа? Мне вчера девушка тоже писала. Красиво. Видела вашего мужа. Мама, Дерек написала. Я спрашиваю вечером, ну, дорогой, а где ты был сегодня? Он говорит, по чайхане. Я говорю, ну, понятно. Все понятно. Где тебя могли видеть? От кератина сильно волосы прилизываются. Честно, я слышала про то, что они становятся такие, как сопли, но у меня не было ничего подобного. Наоборот, у меня волос стал гладким, а так он у меня немножко после особенно мытья пушится. А после кератина они очень послушные и очень блестят. Ой, Рим, помнишь эту песню? Да. Вы сплошной позитив. Спасибо. Не хотите кофе? Ой, я очень хочу кофе. Я тоже хочу кофе. Макдак есть? Макдак есть. Во сколько вы ложитесь спать? Во сколько встаете утром? В последнее время я стою в 8.30 без будильника. Я ложусь где-то в 2 часа ночи. Вообще идеальный сон для меня это 10 часов. Но, к сожалению, мне не удается посыпаться. Ваш муж откуда родом? Вы понимаете из с кем? Можете разговаривать? Можете разговаривать? Нет, я не разговариваю. Я какие-то отдельные слова знаю. Не очень хорошие. Муж у меня родился в Грузии. Каким способом вы худеете, если вам нужно? Я худею. Я не ем сладкое, жирное, мучное и не ем за 3 часа до сна. Вот я покушала сегодня в 8 вечера как раз с ресторана. И все. Последняя моя еда была... Нет, в 8.30. Все. Больше ничего сегодня я кушать не должна. С учетом того, что я лягу спать как минимум через 3 часа. Я считаю это нормальным. Я успею проголодаться и уснуть голодной. В светофоре поверните нам право. Пашют перестроен. Как строгому отцуру сказать, что есть молодой человек? Через 100 метров в светофоре поверните нам право. Как, как? Через маму, конечно же. Поверните нам право. Мама все может, знаете? Почему мама это такой человек, который может преподнести твоего молодого человека очень хорошо. А если он ей не очень нравится, она может его так просто преподнести, что папа еще лет 10 не захочет никого видеть. Поэтому все в руках мамы. Знаете, я когда когда-то хотела выйти, было так, если мама не хочет, чтобы я туда шла, она заходила в комнату, садилась и говорила, я не знаю, где они, звони сам. А если она хотела, чтобы я туда пошла, она подходила и говорила. Здрасте, вы что будете, помолчи, пожалуйста. Мы вышли сегодня, первый раз. Какое, капучино или что? Американо. Американо, не хочу капучино. А есть корица? А у вас корица есть? Нет. Можно выбить, пожалуйста? Два маленьких американа и капучино тоже маленький. Я люблю, но, к сожалению, у меня нет времени. Хотите морковку, яблоки? Малахов, секунду. Да не могу я огнечко проесть. Будешь морковку, яблоки? Я ничего не хочу. И можно морковку? Гамбургер можно двойной? Я за пару месяцев на 8 кг поправилась. Так, надо срочно, срочно, срочно. Это очень вредно, тем более так сильно поправляться нельзя. Давайте берите себя в руки, кушайте овощи, фрукты, не кушайте на ночь. Ничего сладкого, жирного, мучного и похудеете. Надо задать стресс организму. Влюбитесь. Нонг разбухатела. Нонг, собственно, всегда была богатая. Есть у тебя? Скажи, как... Чего? Понравилось? Мелкий, да? Не поняла. Да, кератин для волос мне нравится. Мне так нравитесь. Вы с сестрой, вы просто невероятные. Пример всем сестрам. Спасибо огромное. А после позднего питья... В общем, можете спать? На меня вообще не влияет никак. Честно, я могу выпить. Она может сейчас уснуть. Если мне надо уснуть, я даже могу это сделать при муче. Честно. Мама просто очень знакома. Мама просто очень знакома. Да. А я, мам, помнишь? Тебя тянет. Так, секунду. А если ты не пришла на свидание из-за того, что у тебя не получается, то нет, то да, то нет. И человек сказал такие слова, мне что я с ним поступила по-скотски. Что ты думаешь насчет этого? Ну, я думаю, это просто слова. Я не думаю, что он буквально... Что? Не воспринимайте слишком буквально эти слова. У меня муж, например, сегодня позвонил, я что-то попросила у него. Он позвонил и сказал, сделай, пожалуйста, сделай это, а то Ирина сейчас умрет. Сначала я хотела обидеться. А потом я подумала, что он не подумал, что так сказал. Вот, поэтому я думаю, это что-то типа этого. Блин, вы все еще там живете? Пока, да. Ваша мама просто нереально красивая женщина. Очень приятно смотреть. Мам, улыбайся. На нее ваших сториз. Спасибо. Мам. Мам. Как ты там? Поверните направо. Маршрут перестроен. Композит... Нет, композит у меня вообще не темнеет. Единственный минус композита, лично для меня, это то, что очень сильно кровоточат дезки. Вот. И сейчас я борюсь с этим. Лечу зубки. Почему все армяне любят корицу? Потому что я думала, все армяне любят кофе. И любят... И любят... Кстати, сколько у нас армян приходят в магазин к нам, и когда я им предлагаю кофе, они всегда говорят только не корицу. Да, да. Корицу, кстати, да. У нас единственная, кто любит кофе. Корицу. Кто? Две ложки. Две ложки корицы. Пожалуйста, чайную ложку. Какая веселая. А вообще нет, в столовую. Вот без сладкого не могу. Здравствуйте. Сухофрук. Спасибо. Не жирными. Не финиками, а чем-нибудь яблочками. Давай, давай. Видите? Так. Такая правда про маму. Она... Сорян. Сорян. Господи, испугалась. Умудряется смеяться. Категорически нет. Так. Подождите. Такая правда про маму. Она умудряется сменить категоричное нет отца на мягкое да. Дай бог вашему мамочке крепкого здоровья. Спасибо большое. Да, я с вами согласна. Мама меня много помучила в жизни. Вот этим категорически нет. Было очень часто. Я три года любила. Была стройная. А сейчас рассталась уже девять месяцев. И вот по правилам. Ты моя сладкая девочка. Ничего страшного. Ничего страшного. Надо влюбиться. И еще раз обязательно. И все. И все будет шикарно. И похудеете. Ты куришь? Нет. Я не курю. Я вообще честно не понимаю этого кайфа. Можешь помочь? Чего? Нет. Можешь? Мама поможет. Песелушки. Как тут прикольно за вами наблюдать. Элин, какой у вас рост? 158. Я модель. Ну как он сказал, что он сделал свои выводы и перестал общаться со мной. Слушайте. Иди. Мужчина без чувства юмора у вас прям. Подождал. Не получилось встретиться. Господи. Проблема такая. Это может девушка так обижаться. Ну кстати задумайтесь. Нужен ли вам такой мужчина, который вот так вот кривляется? Мужчина это рыцарь. Он должен добиваться. Он должен ждать сколько нужно. Элит, можешь пока выйти с эфира? Да. Я сейчас зачитаю и выхожу. Скажи пять минут и ты зайдешь. Вот, мам. Ага. Сейчас я выхожу на тут. Смотри, нормально. Девочки, вы подъехали к месту. Сейчас буквально 10 минут нам надо переговорить тут и я к вам выйду. Не спите, пожалуйста.